всем привет и добро пожаловать ко мне на канал меня зовут марина сегодня мои руки в кадре и это мой пятый день летних стартов это мой уже будет пятый процесс который я буду начинать давайте немножко сразу оговорюсь о пряжи у меня я считаю что это достаточно летняя пряжа вот такой вот маточек от ализе это ализе cotton gold tweed из этой пряжи я вообще с ним вообще не работала и она мне не знакома я не знаю что с него получится но я думаю что изделие в принципе будет долговечным потому что у нее такой интересный состав но посмотрим да по составу 57 процентов лобка 40 процентов акрила и 3 процента полиэстера в принципе состав неубиваемый я думаю даже что можно его будет стирать в стиральной машине я не знаю образец я в стиральной машине не стирала но на руках прекрасно продержался он не растянулся не смотря на то что у меня образец был связан английской резинкой то есть формула свою уху достаточно хорошо держит это вот такая интересная ниточка она вот заявлена как твит но я уже про эту ниточку немножко рассказывала в своих предыдущих видеороликах они для тех кто не смотрел могу сказать что насчет вида я здесь конечно могу поспорить я не считаю что твит это когда просто на в нить как бы вбиты немножко вот такие ну не знаю а-ля катушки что ли в общем интересно конечно ниточка я попробую я и даю шанс дать я все-таки за то что нужно всегда давать шанс всем всегда и везде поэтому это пряжа у меня пока лежала без тела пока я не могла все никак определить по каким будет изделие но и так совпало что мне нужно было начинать 5 процесс их собственно говоря я подумала что пора делать экспресс мастер-класс и я уже знаю что это будет забегая вперед сразу скажу что это будет укороченный картика на небольших пуговицах достаточно свободной посадки настолько свободно насколько хватит мне пряжи у меня в наличии 7 мотков да получается здесь мотки у нас сколько 100 грамм и 330 метров но в принципе думаю что мне хватит даже несмотря на то что я буду вязать английской резинкой но так как у меня пока утречка и показать мне на спицах вам пока нечего и я пойду вязать и подключусь чуть позже ну что прошел мой день но если можно так назвать это днем то небольшое количество времени которое мне удалось повязать но тем не менее я работаю своей довольны и сейчас покажу вам что же у меня получилось связать если будет немножко шумно то это будут звучать просто спицы ну вот смотрите вот такая интересная вещичка у меня растет узор это просто классическая английская резинка все на двухсторонние что на изнанке что на лицевой стороне выглядит одинаково это будет экспресс мастер-класс и здесь я немножко его анонсирую для тех кто нетерпелив я могу немножко рассказать о технической стороне работы каким образом это вяжется все просто начинается с набора петель вот мой набор петель на то есть вот отсюда до сюда в этой линии тоже я набирала петли но здесь я почему их выделяю потому что для того чтобы знать сколько вам набрать петель вам нужно знать сколько сантиметров вы хотите сделать на вырез кордловине по спинке это у меня сейчас процессе спинка и затем просто по классике на то есть вы узнаете сколько вам нужно еще к этим петлям прибавить петель именно для этих линий эти линии для чего они нам нужны то есть они имитируют вы сейчас подумаете что это реглан я вам скажу сразу что нет это не реглан но это что-то полу реглан скорее всего то есть я делала прибавки как в обычном реглане вот вы можете посмотреть да вот прибавка например вот прибавка то есть просто делается прибавки чтобы рисунок совпадал то есть я прибавляю сразу три петли но не каждый ряд а дальше каким образом выглядит эта работа то есть провязав свои прибавки я вот здесь остановилась возвращаюсь да значит я вот здесь остановилась по поводу прибавок ну это нитка это у меня кошка немножко поигралась затем просто вязала прямым полотом а необходимую мне высоту и теперь собственно говоря технической части то есть вот это вот линия она и будет выполнять функцию скоса плеча то есть перед я буду набирать с плеча да то есть вот эта линия отсюда я буду набирать необходимое количество мне петель затем когда я провяжу сделав конечно же вырез все оформлю и когда я довезу до необходимой мне высоты я соединю здесь изделие здесь я нить не обрывала потому что я еще не совсем уверена в высоте это будет у меня пройма для рукава то есть у меня сейчас в работе спинка получается остался мне перед отвязать то есть из плеча я набираю петли вяжу по прямой не забывая про горловину то есть прибавки для горловины для закругления если это круглая горловина если как у меня это будет v-образная то есть я буду делать v-образную горловину и чем этот этот хорош что здесь можно сразу набирать петли планки и вязать цельную планку вместе с основным полотном я об этом сейчас думаю честно говоря не знаю делать и планку отдельно или же вязать цельно но пока вот это то что у меня отвязано да еще хотелось бы сказать что когда вы делаете вот эти прибавки то есть почему считать ничего здесь не нужно вам единственное что нужно знать это расстояние по вырезу вашей спинки когда вы делаете прибавки чем больше прибавок тем соответственно и шире будет ваше полотно еще не забывайте что у вас еще будут подрезы это еще дополнительные петли и когда вы будете уже вязать перед набрав эти две петли соответственно вот эта линия будет играть скос плеча и перед должен быть чуть длиннее чем спинка потому что у нас получается на плече будут петли немножко заходить за плечо если я вот технически правильно говорю вам понятно я когда вязала вот эту часть эту часть спинки да и прежде чем ее связать я отвязала этот метод на одном свитере для этого я вязала строк с ска и второе у меня есть я его еще не показывала нигде это у меня получается пулловер он связан полупатентной резинкой и связан с такой же технике то есть я на нем отработала навыки что действительно считать ничего не нужно и ширина изделия варьируется в зависимости от таких прибавок длина проймы тоже варьируется то есть вы вяжете такую какую вы хотите то есть тут размер обусчитывать ничего не надо это действительно легкий способ без заморочек то есть я же даже новичок ну что еще хотела сказать да что по английской резинке здесь выбор конечно за вами я еще не определилась где мне будет лицевая где мне будет изнаночная сторона то есть с обеих сторон это выглядит одинаково абсолютно за исключением от того да место где делаются прибавки то есть это может выглядеть вот так может выглядеть вот так по поводу пряжи что еще хочу сказать я не знаю как она себя поведет в носке но я думаю что это действительно достойно за свои деньги такой вот состав интересный как бы и не совсем теплый но тем не менее но посмотрим что из этого получится если у вас не пропало еще желание и возможность да то вы немножко должны подождать до мастер-класса экспресс мастер-класса если вы давно вяжете его то я хотела бы порекомендовать данный способ просто для разнообразия он действительно легкий ничего считать не нужно в принципе здесь без заморочек ну за небольшим исключением что посадить изделие нужно ну вот в принципе и все достаточно короткий у меня получился ролик честно говоря не знаю будет ли у меня воскресный ролик по итогам потому что я сейчас планирую основное свое время посвятить данному изделию и я так подозреваю что остальные процессы у меня пока будут немножко отдыхать скажем так потому что мне хочется доделать прежде всего свой кардиган показать его вам и показать насколько это просто и легко и быстро поэтому основные силы я наверное брошу на свой кардиган я надеюсь я была вам полезна не запутывала вас с вот этой вот техникой немножко заинтриговала ну и спасибо что смотрите и до новых встреч пока и